Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Баннер Лорд. Я тут посмотрел характеристики Фарока и просто офигел, сейчас вам покажу. Но еще интересный момент. Смотрите, строительство осадных орудий, выполнение никогда. Офигительно, да? Вот что я хотел показать. Посмотрите, у Фарока уже характеристик 15, 20, 25 единиц характеристик, при этом он всего лишь на первом уровне, и он будет прокачиваться. То есть это какие-то невероятно крутые характеристики выходят. Я его думаю в отряд взять и постепенно прокачивать медицину, то есть из него должен получиться идеальный медик. Надо сначала дождаться, чтобы он дошел до города. Так, ну что, начнем сегодняшнюю серию со славной битвы. Я такой не уверен, что мы успеем помочь каравану. Успеем! Караван Аброн. Их больше, но вроде бы там не особо сильные ребята, в основном пехота. Пехота, конечно, тоже разная бывает, но если именно пехоты, сравненно с другими типами войск, так много, значит, пехота так себе. Когда сильная пехота, то она равномерно распределена там с лучниками и конницей. Ой, прекрасно, тут можно оборону держать с удовольствием, с кайфом. А, я не могу туда, окей. А, я команду, слушайте, сразу дал, и они побежали, как только началась битва. Да, это прикольно. Корс сюда. Стрелки куда-нибудь вот сюда. Я теперь, о, как умею. Только плохо, что после отдачи команды я так же остаюсь в этом интерфейсе. Поэтому не так удобно мышкой команды раздавать. О, спак. Чего же вы так бежите-то вперед, лорды? Посмотрите, да, тут холопы в основном. Будет несложно. Так, не там вы стали. Да блин! Все неправильно. Как же сложно их направить. Ох, сейчас объясню. Я направляю их вот этим вот зажимом клавиши мышки, и после этого они все равно широкое построение ставят. То есть я их поставил в шилдзвол, чтобы они рядом стояли, после этого перенаправляю, и они опять расходятся. Вот так вот. Хорошо наши работают. Прямо блеск. Сейчас, правда, пехоте тяжело будет. Ну, пока что очень легко. Плохо люблю я мосты. Это практически как оборона города. Жесть. Блин, какая красивая картинка. Эта игра даже графикой радует. Вот это пробка. Засор. Давайте, ребята, крепитесь. Должны их сдержать. Ну, тут уже у нас серьезные потери. Пехоте тяжело. А все, наверное, можно. Отходите назад. Можно было раньше их назад отводить, на самом деле. Нифига себе, тут кто-то его убил. Молодцы лучники. Знаете, круто выглядело. То есть, пехота стоит, обороняется. Потом в какой-то момент отходит назад, расходится. И конница выбегает вместо них. Из-за этого прямо можно было такой ролик маленький соорудить. То есть, мы не видим, что сзади такая оборона на мосту. Держится из последних сил пехот. Потом раз, редко расходится. И сзади конница бьет. Круто ведь. Поразительно, что они с этим движком сделали. Вот тот же самый движок, я узнаю, что был в первой части. Но вот эти все эффекты освещения, в первую очередь, прямо чудо сделали. Все победа. Причем влияние очень много, известности. Влияние фигня, мне очень ее так много. Вот известности. Женева? Интересное имя для Стургики. Тут столько лордов было. В Адре отношений уже сотенка. У меня пленники отборные. Ох, прокачка какая знатная. Такая легкая битва вроде бы, но заработали мы очень много на ней. Я имею ввиду не только денег. И лут хороший, посмотрите. 36 900 очков опыта. Добрая победа. Эх, там замок Атрион. Я думаю, нет смысла ехать. Захватят. Очень далеко находится. А, причем, а кто захватывает? Это скорее всего саниопцы. Мятежники саниопа, я думаю. Будет прикольно, если они еще одно поселение захватят. Обычно они максимум с одним городом живут. И недолго. Либо это северные имперцы. Сначала нам надо Макелови захватывать. Так, у нас навыки. Лидерство. Вот, лидерство прокачалось. Возвышающий дух. Боевой дух во время штурма и обороны поселений повышается на 10. Круто. Максимальный размер отряда увеличивается на 10. Тоже приятно. Ну, очень даже. Ну, вот идеальный пример, как надо пользоваться конными стрелками. Ну, ситуация идеальна еще. Полный вариант iş 1-4-4-4-5-6-6-7-7-7-6-6-7-6-6-7-0-8-8-7-6-6-120-7-6-7-6-7-7-7-7-7-7-8-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-8-7-7-7-7-7-7. П Pit 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 Sloy неб 19 Семенfire din judgment 30 Dal banget Sunday交換ued дневекор вотичнев hurricanes. так ну что пойдем на макеловию принципе у нас войск достаточно можно кого-то одного позвать вдвоем мы точно захватим отряд лека тут наглый такой бегает ну давайте помогите мне нападите на него кто-нибудь сейчас ночь ничего ночью разобьем потому что если вы сейчас оставить то пока мы будем осаждать он тут гадости будет творить легко разбили аккуратненько красиво в ночи вообще под ноль вот так вот когда есть возможность оперировать конными лучниками то вообще шансов нет врага ухты караванщик напал на наших нифига так быстро победил придется отомстить иначе никак еще одна чистая победа эту караванщики блин обнаглели наших воинов нападают вот так вот на вами но так вот фарок сейчас мы его заменим на диму странницу а фарок возьмем к себе будем из него делать эпичного лекаря идеального так ну вот берем байчара и бисегу я думаю этого хватит там сколько человек 111 да вполне хотя в принципе сейчас надо принимать выкупы да у нас сейчас легкая ситуация от зарабатывать на всем чем можно сейчас передадим воинов да принимаем сейчас выкупы я кстати тут монтировал видео мне кажется для просмотра все-таки интереснее штурм он более такой разнообразные потому что в обороне он просто с одной точки стреляем и все для того кто играет да круто это прикольно монотонные действия такие кайф но для того кто смотрит все-таки интереснее штурм там мы передвигаемся с разных точек стреляем как-то потом заходим внутрь поэтому я больше не буду пароваться именно в оборону если будет то отлично но в основном все-таки раз будет штурм и то есть они будут специально создавать ситуации для обороны заключение мира с астургии не не думаю как минимум замок на этот захватить видите у нас еще проблема маленькие территории и лордам негде набирать воинов рекрутов поэтому у нас отряды все хиленькие это у них армия такая 76 человек армия велины звучит то как в эпикрате и хороший гарнизон видите 420 просто так с голой жопой его не осадишь наш город нашу столицу ой ты блин как же вы так засадаете попадаете ребята вот так наши лорды проигрывают в меньшинстве атакуют постоянно дурачки и и и так все уничтожили да прекрасный сейчас день у нас как раз оружие правильное идем на штурм сколько у нас 34 трибушета сейчас быстрых разнесем но это в будущем наш замок поэтому не хочется слишком сильно стены портить наши хорошо лупят вот тут виды красивые такие а кстати тут нет замков сорвом водяным тоже прикольно было бы лодки строить зря он из-под козырька вышел сейчас все всех разбили на этой стене ну с лестницами мы быстрее начинаем штурмовать когда мало защитников можно и не строить эти сооружения все можно кстати начать с трибушетов вот уничтожить все стрелковые штуки их не а потом уже штурмовать через лестнице блин да меня убили у нас там стрелков хватает качественных чё тут пусто особо никого нету да видите в штурме прикольно туда-сюда поездил посмотрел как-то веселее он задницы вперед стоял видели в задницу получил еще один по ногам лупить надо по ногам так офига себе там трупов такой неспешный вальяжной походкой шел и получил это что там такое а тут щиты пониже закрывают но все равно можно по ногам стрелять это ополченцы по моему вроде холопы но со щитами щита очень важен мы сейчас лучники вы разнесем до самого штурма еще ребят тут можно идти там никого нету чего ждете то я пойду не знаю как вы не на двуручник прокачивать это при штурмах оборонах практически не пользуюсь а сам все луком сейчас весело будет вот красота кай ой блин обожаю тут есть кто-то сверху сейчас проверим всех поубивали уже ты смотри сразу попал рука уже пристрелялась так этих надо вручную встретить ну давайте идите ко мне хорош ух ты еще воинов 14 прекрасно но не так много но все равно приятно макеловия наша это кто такой отряд байчар а каргериты ушли от нас от ублюдки со стурги нет вы чё блин охренели так вот битеги передал немножко войск неплохо бы переговорить с этими ребятами чтобы снова их взять к себе неплохо бы переговорить с этими ребятами чтобы снова к себе взять ай а он не думает а мне ненавидит понятно окей надо искать новых наемников так поставим-ка мы в хирурги так погодите я разве в отряд не брал мальца как там его зовут мелкого мне что-то казалось что я взял его фарока разве я не выбрал отправить в отряд как-то я странно так сделал окей ладно так этих ребят разбить надо стопцы хуаю серьезно они вдвоем всего напали там же еще отряд есть трусливо оказался так бы интересная битва была так легкая так ну что как вы будете действовать ребят конные лучники подальше теперь у меня такая тактика они принципе близко сейчас сразу стрелять начнем все окей будет так конные стрелки ну-ка ты вы хреновый встречайте ребят давайте туда куда-нибудь можно было бы дать команду чтобы они двигались бегали от одной точки до другой как и есть стратегия патрулирования было бы прикольно вот так по моему щит был поднят я все равно попал по нему фига себе то есть щит не все до закрывает получается можно пробивать в голову к примеру давайте вперед так конница давайте обходите постепенно вот видите хреново получается попробуем за мной вот так вот поездить ну кстати тоже неплохой вариант но нам тогда только ими заниматься вот так вот давайте стреляйте стрелки ты смотри залез ладно стойте здесь назад отходите поднял что-то там копье наверно топорик и назад расстреливаем их спину ребят ну немножко убили конечно наши в общем хорошо все древковая по моему еще прокачивается у меня там до трехсот двух то что такое какой-то везучий чувак был я кривучий тактика прокачивается гребковая очень медленно или уже до предела дошло на гряну час зерна и крысы вот их нанять можно было бы хотя они предавали меня не раз то есть начинаем и атаковать они уходят сразу и вот а вот еще битва передаем войска лишние бисеги то есть вот получается мы бисегу с собой таскаем и мы ей отряды даем а так бы она бегала бы и погибла просто поэтому имеет смысл с собой отряды таскать другие а тут карта такая где быстро не получится блин а не если назад сейчас еще уходить будет то очень долго вот это прикольная карта когда у нас слабее армия тут можно обороняться очень хорошо долго недалеко находится слушайте я идеальное управление придумал на дополнительную клавиши мышки высов команд и потом другой клавишей мышки на обычную команду и опять убрать то есть боковая клавиша очень удобно вау не надо никуда тянуться крутяк вот так растянуть все просто супер кайф ой ребята куда то вы не туда зашли вот и вся их подница так вот вызываем крутяк вытягиваем шикарно так хорс и так нормально конные лучники куда-нибудь туда слушайте реально круто очень удобно стало у меня получается одна боковая клавиша это взлететь вверх вторая выбрать команды и убрать команды супер странно что разработчики пока что не включают вот эти дополнительные клавиши в основное управление типа не у всех мышек есть ну блин если играете в игры то уже по-любому надо купить мышку которой есть боковые клавиши как минимум две вот эти клавиши из этих клавиш почти нету мышек даже офисных абсолютное большинство их имеет вау как же круто посмотрите град стрелы вау как но раздоделаем их но фишка в том когда они меньшинстве они очень как-то действует пассивно отходит назад из-за этого не только больше проигрывают конные ручники вот сюда давайте них россии у всех видите это народное ботанское оружие хотите струги боли на не побежали ну да она была просчитать что они так побегут нету погодите к они побежали именно вот так по дуге прямо по дуге напрямую они бы обошли их почти не зацепив они побежали по дуге я не первый раз вижу конники почему-то в этой игре бегут именно вот ближе к врагам я хочу наоборот обойти мимо чтобы не потерять конницу свою нет они бегут так чтобы вот задеть врага немножко чтоб процентов 10 потерять войск казалось бы конные стрелки над держаться подальше они наоборот тут норовят подохнуть немного потеряли конечно песен такой момент тугой побежали отходим да куда вы побежали я сюда вас поставил вы видели это вы же блин стрелки а и опять войнах куча прекрасно и кстати зацените как она выглядит но купила снаряжение крутого именно ботанского своем стиле выглядит это классно то есть не все подряд покупает а это именно свое народное вот я хочу пленников передать вот так очень удобно даже пленников можно передавать своим именно лордом которые в нашем клане находятся ох ты сколько этих ублюдков там сейчас грабить будут надо разбивать классно конная так это самое крутое наверно что тут есть так нас превышение лимита воинов я надеюсь успеем дойти до замка макеловия там их скинем да все нормально теперь можно их тут оставить гарнизоне вот так макеловия чуть-то защищеннее будет хотя это ничего не изменит там доставлять человек 300 гарнизоне ты да это будет какой-то смысл иметь ух давненько же мы тут бегаем туда-сюда расчищаем нас отрядов нормальных кроме меня нету у нас разбитые отряды понятно суна дарим сокол вот фарок взять героев отряд разве так не делал наверное не делал вот он вот теперь будем прокачивать его делать из него идеального хирурга посмотрите замок атрион северные имперцы захватили это их единственный замок вообще единственное имение вот так вот очень выгодно сейчас мир заключить со стургий три четыреста десять в день надо еще их поубивать по захватывать и тогда еще выше будет дань тысяч пять сделать его крутяк будет вот теперь фарок с нами надо хорошую заварушку устроить и чтобы фарок всех лечил ух там армия хорошая и свана идеально владелец замка макилове только не я хотя за меня многие голосуют энкурион пускай так отряд бисеги а вот этот бак видите она со мной но не со мной я не могу передать войска потому что в этот момент она считается вот здесь вот вот видите очень дебильный бак очень неприятный но то он случается иногда придется выгонять войска которые я мог бы и передать но вот такая игра вот как раз прекрасная битва хотя уровень силы у нас больше но все равно войск много у них поэтому будет весело нам даже выгодно чтобы много раненых было но не убитых поэтому на бой мы ставим проверенного хирурга чешвал ученого а потом когда лечить уже парня молодого вот видите она прибежала сейчас то есть в бою участвует очень неприятный бак вот я пехотой стал заниматься теперь сто сорок пять человек этого более чем достаточно пехота нужна должна быть пехота в обилии давайте ребята все передвигайтесь хорош это лорд какой-то да альвар давайте солдис сюда конные лучники пожалуй сюда вот так перемещаемся вот так стрелки так конец отдавать как туда куда-нибудь вот теперь очень удобно командовать надо еще немножко привыкнуть конечно но вообще круто прямо игра меняется удобство интерфейса командование это очень важно для стратегии например была такая игра дрэган эйдж третья часть третья по моему инквизишн вроде хорошая игра но играть невозможно интерфейс просто отвратительнейший до такой степени причем там шло первая часть великолепно было во всем интерфейс прекраснейший настолько удобно было команды давать а вот со второго началось они под геймпада пытались переделывать его и этим убивали игру как можно в стратегии играть на геймпаде я не знаю в итоге говно стало и на мышке ну и на геймпаде но не может быть говно так вот с двух сторон мы обрабатываем их давайте ребят вот сюда очень удобно и они не знают куда щиты ставить просто прекрасно красота вот это кайф вот так от ребят кстати вертеть камерой там можно второй клавишей вот обалденно обожаю такие тактики и они не знают куда им двигаться ну потому что у них нету конец и лучников почти нету вот в этом плане стургийцы вообще слабые сейчас израсходуем боекомплект и добьём их в итоге на меня идут да молодцы даже не вот так ну ты избиение какой-то они на меня все бегут жесть но стоят до последнего все блин чистая победа это же этого не особо хотел 347 на 1 представляете так фарок на к тебе получше снаряжение ого сапоги крутые 29 броня сразу повезло отношения с фарок улучшились видимо из-за того что снаряжение дал вот побежала видите джейсер все вроде с нами а вроде не с нами замок мажедан надо осаживать кстати как там котировочки 3 900 уже то есть чем больше пленников у нас и чем больше людей с ними воюют тем сильнее они хотят заключить мир это вообще мощно почти четыре тысячи в день представляете рассадить получается вы вдвоем женой воюем осаждаем замки семейный бизнес энкурион создает армию о молодец армия энкуриона мощно звучит можно все не строить кстати таран построим и одну осадную башню этого достаточно ну и требуешь это само собой всеми осадными башнями как правило наши не пользуются макелови осадили уже ну ребят давайте отбивайте макелови 5 на поставить стратегию защищающийся час захватит макелови на наших надежды нет а в ходе там чё-то гуляет у молодцы отбились ну вот так надо их ругать они тогда хорошо действует отбили замок макелови молодцы ребята уважаю я принимаю выкупы ух ты армия на 500 человек идет и даже не на меня это интересно так все мы готовы даже стены сломали слишком легко не интересно будет не забыть поменять оружие самое важное ну что возглавить штурм сейчас сломанные стены будут это избиение какие-то глиняные стены выглядят так себе ухты сколько вас тут ребята охренеть ну тут ублюдки бля в пятку убил хорош что-то ботанцев тут много идем ботанский территории считается в отрядах много ботанцев было так а стены где проломлены вон здесь можно спокойно просто идти внутрь а вот они стоят какашками кидается от уроды а наши чего ждут толкает штуку это вот так вот по ногам ваншоты сплошные смотрите прокачался лук красота через труп кстати пробил трупы нематериальные представляете еще материальные были ну во первых это тяжело для компа было бы просчитывать вязли бы тогда все так давайте-ка мечом поработаем они приняли мой вызов пошли на меня и назад теперь все убежали хорош упреждение научился делать у нас потери два человека охренеть василия спас ее сейчас же штурм будет цитадели или не будет проявить милосердие тут особо не с кем портить отношения вдвоем штурмовали вот теперь я могу передавать воинов грабители передам кстати посмотрите интересная ветка прокачки искры искра пламя и вспышка в конце ты какой четвертый класс всего лишь ну как-то не особо круто большинство воинов все-таки до пятого класса доходит блин лечит почти никого давайте поставим ненадолго фарока может немножко прокачается у него там скорость прокачки бешеная а у меня пленников много да немножко прокачался кстати все теперь нормальный хирург армия инкуриона вот куда пошла на амор почти амур пойдемте туда же там говорят весело защитники 14 решение заключить мир северной империи да блин нафига они вообще слабые пленников у них нет наших у нас 10 пленников тем более не вижу чтобы они нам платили сколько-то 320 день да не это вообще фигня вон западные имперцы нам выплатили сколько они сильнее гораздо ухты армия какая идет осадили макеловио можно дождаться чтобы они начали штурм и помочь обороне выкоп за маврентия нифига себе 7300 конечно короче ждем и нападаем потом а сейчас эти ребята нападут да ну ладно поможем им сейчас ночь надеюсь не темно там будет не нормально все отлично отлично красота где там враги все ребята переходим сюда кайф и звуки прекрасные удары копыт а камень так вот выстраиваемся ухты они бегут могли бы стать кстати там оборон держать так конница наверное зря вас сейчас послал что-то подкорачивает слушайте а что такое никуда так не коротило так хорс а час давайте сюда да зараза как ты стоишь хорошо знаменосец давайте назад почему коротит так сейчас секундочку короче центр отзывов windows начал собирать какую-то информацию типом пофиг вообще через занимаюсь стал грузить процессор вот так вот вот он microsoft это не вирус это точно microsoft ска приложение у них бывает такое иногда хотя я порезал их много но еще некоторые остались у меня есть эти версия windows в которой все вырезано вообще но там проблемы не все игры запускаются не все службы юбисофт не работает например так лучники давайте сюда футман сюда конница туда закрепляем вирус на вирус вот час мы их красиво раздоделаем лучники работает оттуда конные лучники расфигачим нахрен посмотрите на эти зеленые полосочки отсюда я блин стрелки попадают по мне тоже красота так стрелки давайте назад вот так вот сейчас райдер сзади зайдут разгуляет у болютков давайте сюда чтоб разгон был сейчас в дарите красиво дайте им от красота на фоне восходящего солнца прелесть они уже сюда побежали да давайте ребята все в атаку ай тут холопы еще закуска освещение хорошее вообще хайф картинка радует вот знаете с одной стороны хотелось бы чтобы какая-нибудь крупная студия выкупила tail walls тогда они доведут до ума и глобальную карту с другой стороны не хотелось бы потому что они подпортят вот эти вот боися наверное лучше что все было так как есть пускай мы немножко помучимся на этой глобальной карте дебильным зато бои тут не до того великолепные ну абсолютно особенные и посмотрите освещение какое красивое как блестят доспехи а сколько всего прокачалась зорька ухты козочка ты моя в пледу теперь зорька надо было сказать разработчиков что зорька это кличка вообще-то одни имя 168 пленников она этих можно и брать принципе низкоуровневые холопы и бешеная прокачка о еще один большой колчан пучков конических стрел их нельзя купить только найти можно 37 стрел с уроном 3 бывает стрелы с уроном 5 как мы знаем тоже их только в бою найти можно но количество 24 всего принципе меня устраивает урон пусть лучше больше будет хорошая добыча так теперь меняем хирурга на фарока и идем лечиться в замок макеловия владелец замка мажидан я не хочу ну пускай а радвир так стургия готова платить дань 5000 в день но с кем воевать тогда нет пока нас все устраивает воюем со стургией но я больше до не видел никогда если честно блеен западная империя тоже хорошо нам отваливает на южную империю пойти войной неудобно будет стургия сейчас такая удобная территория для битвы не пока не будем мир заключать вот качается медицина как все уже 18 а было сколько 6 очень быстро идет дело но наши воюет армия инкуриона но вообще армия конечно такая себе ну он там у имперцев по тысяч человек армия была все сейчас неплохо было бы в какой-нибудь город кроме эпикрате и заехать продать лишнее может амор захватим и тогда заключим мир вот да кстати хороший план 516 человек надо добавить кого-то вот так вот добрый штурм будет нас гораздо меньше мы сейчас осаде они не могут напасть но оттого веселее будет вот теперь посерьезнее армия мы жидану садили уже выпускает захватывать хотя там армия инкуриона посмотрите как она хорошо действует молодцы радовать что-то меня начали слушайте да еще наемников надо нанять хотя это такая штука эти наемники вообще амор такое реалистичное название как будто у моря о мор заключение мира со стургий да идите вы нафиг а кстати хотел топор попробовать двуручные вроде говорят им можно несколько человек сразу убивать так ну что у нас прекраснейшее утро для штурма но пленник тоже хочет принять участие молодец это похвально еще не совсем светло но нормально я до последнего ждал так вот пришлось уничтожать катапульту еще одну это могли вторую построить как же хочу испробовать топор хорош а это труп нифига себе попадают как наглые лучники интересная у них приоритетная цель тут есть такое вообще ли стреляет того кто ближе лучше виден иногда создается ощущение что они начинают тебя стрелять когда ты много убиваешь это было бы логично и но не уверен что такое могли прописать зараза вот так вот эх ты не добил сложно вдали стрелять спиной повернулись интересно веселая тактика фигасе там град какой стрел почему они спиной становится что это за танкование задницей так я хочу в атаку пойти с топором о в какой он ядреные красота все у нас доспехах серьезные ребята прокаченные дайте пройти смотрим как урон проходит щит крошит прям до двоих слушаете по моему двоих сразу это мощь все надо делать потаре вручные это вещь это просто вещь кайф уже обожаю топоры двоичные только побыстрее надо это не самый крутой класс вот это мощь куды куды на к тебе ты сколько вас тут я на всех не хватит хотя у меня топор да блин и сзади они я слишком разогнался уже да блин ну ты блюдки подходи по одному холера это конечно офигенно чё вы все за мной идете зараза всех крошим классно обожаю топоры вот сделать идеальный топор какой-нибудь крутой такой быстрый и будет офигительно не обязательно длинный кстати хотя ту длина и значение больше людей сразу будем бить блин вытесняет меня ах деревенька круто выглядит сколько их там не не попал зараза ну ладно пускай убегает свою цитадель сейчас мы их там добьем в этом гнезде крыси нам 55 человек убежало сколько 92 нарубил вот двуручное оружие плюс 16 единички не хватило чтобы баф получить сейчас получим так кого берем всех своих лордов пускай качается так стойте здесь нет здесь стойте я тут всех огуляю вот видите удар сразу по двоим проходит ну может это не так эффективно на самом деле как я сразу представил но эффектно да ладно это все такой маленький зал цитадель здоровье не осталось немного все прокачал до до 150 рожевого сколько мы с тобой воевали ублюдок так и не переходишь ко мне ну что у нас теперь амор имеется амур город любви конечно милосердие в городе тем более причем отношения так сильно портятся от этого офигеть со стургии нет конечно смысл так а вот теперь интересное начинается продаем все лишнее в том числе пленников а и прокачка да двуручное оружие путь большого топора именно топора кстати не двуручного меча то написано плюс 0,2 процента скорости использования плюс 0,5 к урону давайте посчитаем а свыше 250 то есть пока что эффекта не будет надо качаться ну к примеру до 300 если докачаем то будет плюс 10 процентов скорости и плюс 25 процентов к урону кайф но это еще прокачаться надо вот получается вот так наше государство сейчас выглядит с движением на север а а и кстати дань уменьшилась теперь не так выгодно заключать перемирие и если мы заключим перемирие то я думаю очень быстро нам опять войну объявит давайте попробуем даже интересно давайте заключаем перемирие со стургией сколько времени пройдет перед тем как они объявят нам войну придется объявлять войну западной империи с тургией с тургией очень много платить будет тут видите как получается у них соприкосновения с нами в основном получается а французы ботанцев побили как сильно вот ублюдки вот с кем воевать надо как они там правильно называются в ландийцы вот с ландийцами повоевать неплохо было бы но сейчас давайте мирное время заключим контракты с наемниками может найдем еще какого-нибудь лорда и тогда уже пойдем воевать с кем-нибудь посмотрим как получится но на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи с кем-нибудь Продолжение следует...